Добрый день! Начинаем нашу очередную лекцию вокруг с эстетика, и сегодняшнюю тему я обозначил как эстетическое восприятие и реалью времени. На самом деле, за прошлой лекцией я вам обещал дать проблематику, связанную с цветами старинных текстов и их возможной современной интерпретации, однако по размышлению домашним я пришел к выводу, что, в общем-то, лекций у нас не так много за семестр, и решил наиболее, скажем, важный материал просто включить в более широкую тему. Поэтому сегодня тему будет, на мой взгляд, более актуальной и более нужной в вашей непосредственной практике, цвет старинных текстов, это, в общем, может интересовать, ну, в большей степени, узких специалистов. Если кому-то будет интересно, то обратитесь к специализированной литературе. И сегодняшняя наша тема продолжает, соответственно, наш взгляд на историю цвета. В прошлые разы мы дошли уже с вами практически до наших дней. И сегодня мы поговорим о том, что происходило в этом области в 20-21 веке. Но это все-таки не продолжение предшествующих трех лекций как интерпретации цвета. Это продолжение нашего блога лекций, посвященных различным аспектам понимания цвета как такового, потому что я здесь буду просто задать вопросы только вам совсем. И мне хотелось бы начать с такой достаточно показательной зарисовки, как меняется сама проблематика воображания цвета, ну, фактически у нас на глазах. Я ссылался вам неоднократно на работы Мишеля Пустуно, их на данный момент в России. «Бой с Турицелета» 3 выпущено, так вообще работа Пустуно мне известна 5 на русском языке. Я думаю, что скоро появится красный, его уже на английском уже есть. Так вот, для Мишеля Пустуно, к примеру, важно указать на то, что в произведениях искусства цвет играет не меньшую роль, чем композиция или сюжет. Однако, в общем-то, читая такой тезис, мы можем уделиться. А в чём тут проблема? То есть сейчас это кажется абсолютно очевидным. Но не будем забывать, что этот актер сейчас находится, в общем-то, в преклонном возрасте. Он не нашего поколения. И дело в том, что исследователям визуального искусства на протяжении большей части 20-го века, а до этого ещё примерно четыре столетия, приходилось довольствоваться лишь моно-громными копиями великих шедеврах Джерниса. То есть ещё учителя Пустуно, а, возможно, даже его коллеги, и он сам в юности, пользовались исключительно чёрно-белыми фотографиями джерописных породинок. Ну, я вчера решил обратиться к своей собственной библиотеке и вот сфотографировал вам одну из страниц относительно недавно вышедшего, в общем-то, такого серьёзного издания, посвящённого культуре 17-го века. Это энциклопедическое издание, очень объёмное. И прошу обратить внимание, что только одна картина дала в цвете. То есть речь идёт не о том, что это невозможно технически, а о том, что в данном случае идёт ставка на удешевление самого издания. И, так скажем, ещё не так давно это было повсеместно распространённой практикой. А можно спросить, какова цена? Если честно, я не помню, потому что речь идёт о 20-25 годах. Ладно! Соответственно, все классические альбомы, особенно которыми была наводнена только что появившаяся Россия, то есть на Западе они уже были невостребованы, да, вот эти чёрно-белые 90-е годы, а здесь они, наоборот, попадали в бугенистику активнейшим образом. И, в общем-то, даже 90-е годы проходили под знаком. В лучшем случае там были вклейки с цветными иллюстрациями. Всё остальное было дано в моногромном решении. И, в общем-то, самое забавное, что таких изданий до сих пор можно встретить. У меня светские альбомы, цветные, дороговущие, Воска, Талии, вот стоят на полках. Цветные действительно были. Там с ними была связана другая история, мы об этом ещё поговорим. Но, тем не менее, львинная доля, особенно узкоспециализированных изданий, понятно, что популярные художники издавались в свете, но с ними как раз реже всего связаны какие-то действительно научные изыскания. Обычно учёный пытается работать с тем материалом, к которому до него не обращались, чтобы как-то по-новому осветить его, элементарно даже ввести в обиход. Возможно, никакой работы не было посвященной тому или иному актору. И вот с такими, конечно, полотнами были существенные проблемы в цвете. Я вам скажу более того, когда планировался мой семитомник, он ещё не весь вышел, естественно, он ещё не весь написан, а в планах он был поставлен в 15-м году. Изначально была концепция дать его монохарауму. Но по счастливой случайности так не вышло. То есть это всё-таки большие А4 формата цветные издания, где по 100-200 цветных фото приведено. Ну, естественно, и цена другая. То есть это очевидно. При том, что цена, естественно, другая в основном в самих магазинах. То есть если мне они доставались около тысячи, то почти по всей стране их можно приобрести по крайней 3-3,5. То есть там нагрузка идёт сержанно-пластическая. Поэтому хватит просто так же. Что касательно вот этого взгляда на цветное и чёрно-белое искусство, я бы хотел привести цитату «Искусство рот», потому что, мне кажется, она очень ярко живописуется мудрой проблемы. С 16 века историки и археологи привыкли работать по чёрно-белым изображениям. Сначала гравюрам, потом фотографиям. В течение четырёх столетий всё визуальное наследие прошлого, в том числе и живопись, изучалось не иначе, как в чёрно-белом варианте. В итоге их мышление и восприятие историков тоже стали чёрно-белыми. Проще говоря, до недавнего времени учёные воспринимали и исследовали прошлое либо как мир, состоящий из чёрных, белых и серых изображений, либо как мир, где цвет вообще полностью отсутствовал. Появление цветной фотографии мало что изменило в этой ситуации, по крайней мере, на сегодняшний день. С одной стороны, жизнь одного-двух поколений была недостаточна, чтобы избавиться от шаблонов восприятия и в инерции фактов. С другой стороны, доступ к цветным материалам долгое время оставался роскошным, доступным лишь немногим. Даже просто заказать депозитивы в музее, библиотеке или на выставке для молодого учёного или студента было очень трудным, почти невозможным делом. Приходилось либо преодолевать бесчисленные биографические приконы, либо раскошеливаться. Добавок, издатели журналов и составители научных сборников по финансовым соображениям часто были вынуждены отказываться от цветных иллюстраций. Из-за разного рода проблем – финансовых, бюрократических, юридических. В области гуманитарных днов возник огромный разрыв между передовыми техническими средствами и средствами исследования, теми методами, которые там применялись. Вот эта книга написана в оригинале в 2008 году, издана в 2017. Речь идёт о современной работе, которая написана 10 лет назад. И один из серьёзнейших исследователей Цвета говорит по-прежнему о том, что в самой науке действует накопившийся инновационный механизм, что на протяжении практически пяти столетий, четырёх с копейками, вся живопись и архитектура изучалась только по чёрным белым её вариантам. Более того, сейчас по-прежнему самая массовая продукция, конечно, издаётся либо в чёрно-белом варианте, либо в таком цветном, что иногда хочется, чтобы она была чёрно-белая. Я говорю, естественно, о тишёвых изданиях. И, в общем-то, сейчас проблема стоит, как мне кажется, немножко в новом. Сейчас чёрно-белое изображение не является, своего рода, неким крестом на том, чтобы не проанализировать силен. Собственные изображения в книгах нужны для того, чтобы мы прочли анализ и понимали, что к чему относятся. А любую картину, ну, по крайней мере, если речь для этого известных из них, мы можем найти в интернет-сетей. Иногда, конечно, этого не удаётся сделать. Опять же, интернет не всемогущий, узкоспециализированные темы по-прежнему представлены плохо. Но, тем не менее, в общем-то, сейчас многие, так скажем, издания идут по пути чёрно-белых публикаций просто в расчёте на то, что это лишь некая схема для текста анализа, а изображение цветное вы посмотрите самостоятельно. Поэтому, в общем-то, ВОСТ и мы не там с 16-го столетия. Другой пример из того же Пустурона. В книге, посвящённой синему цвету, и в его новой работе, посвящённой зелёному, он опирается в своём подходе к цветам лишь на субтрактивную модель. То есть ту модель, которая принята в цветной печати, но нигде не анализируют аддитивную модель. Я искренне надеюсь, что в книге, посвящённой красному цвету, он всё-таки это сделает, потому что последний шанс у него остался в аддитивных три базовых цвета. И два из них он уже о них написал работы, и она там никаким образом не преподносится. В чём же здесь парадокс? А парадокс следующий. Так вот, цель книги, посвящённой зелёному цвету, Пустурон констатирует, к примеру, такой как. Что, с одной стороны, зелёный цвет, став дополнительно субтрактивной моделью, начал терять свой социальный статус и отходить на второй план. Это происходит примерно на рубеже сенат-поисима. С другой же стороны, он говорит о том, что в 20-м столетии зелёный цвет является вторым по популярности после синего. На что указывают все проводимые статистические опросы, эксперименты? Объяснить эти концептуальные множницы, то есть такое противоречие, Пустуро даже не пытается. В то время как широчайшее распространение именно аддитивной модели во всех мониторах и прочих аналогичных устройствах могло бы всё это объяснить. Ведь если в субтрактивной модели зелёный стал дополнительным цветом, а мы помним, что Чивлёль даже заявлял, что это вообще скорее оптическая иллюзия, можно наложить рядом жёлтый и синий, и наш глаз сам достроит зелёный. Так и вот, в модели же типа RGB зелёный является основным цветом. И это могло бы объяснить, почему, в общем-то, зелёный постепенно набирает популярность именно во второй половине 20-го столетия. Да? Может быть, раньше зелёный не так был популярен, потому что всё было зелёное? Ну, если не считать зиму, то время, время, всё зелёное. В общем-то, это нисколько не может нам прояснить саму историю зелёного цвета, потому что растительность была зелёная всегда, а отношение к нему в каждой эпохе было совершенно различное. Речь не речь идёт, естественно, об эпохе 18-19-го, начала 20-го века, когда зелёный теряет свой социальный статус, в то время как до этого этот цвет, насколько вы помните, был включён в том числе в колону Мельси. То есть это не значит, что до этого он не был социального призма. То есть как раз в эпоху позднего средневековья, эпоху Ренессанса, зелёный достаточно активно обсуждался. Да, у него были разные ипостаси, и цвет надежды, и цвет дьявола, но им никогда не пренебрегали. А именно с появлением субтрактивной модели, после открытия Ньютоном спектра, зелёный начинает постепенно, фактически, сходить на нет. Но в 20-м веке опять всплывает, набирает такую популярность, которой, наверное, у него не было никогда. То есть он занимает вторую позицию в иерархии цветов в современном мире. И, как мне кажется, обращение, хотя бы упоминание аддитивной модели здесь было бы необходимо. Но постурой этого не делает. Почему это происходит так? А, собственно, по той же причине, почему он ссылается и на чёрно-белые фото. Повторюсь, сейчас это даже не актуально. Оно по-прежнему так, но мы можем посмотреть чёрно-белую иллюстрацию, тут же зайти в сеть и посмотреть её цветной вариант. Это никакая не преграда для анализа цветовой шкалы, используемой мастером каким-то тем или иным. Здесь, как мне кажется, он тоже показывает человека прошлого поколения, и эти поколения, судя по всему, начали меняться намного быстрее, чем это было до этого. Но не поколения в биологическом понимании этого слова, а поколения исследователей. Постурой, будучи в преклонном возрасте, кажется, не замечая, что в нашей современной культуре субтрактивная модель постепенно сдаёт свои позиции в сторону новой модели, модели аддитивной. Потому что, в общем-то, ориентация на цветную печать и ориентация на цветной дисплей, конечно, сейчас смещается резко в сторону цветных электронных устройств. Самое забавное, что на самом деле аддитивная модель не столь уж молодая. Насколько я понимаю, она была разработана в максимуме ещё в 19-м столетии. То есть там разница между их появлениями чуть больше сотни лет всего. Однако, тем не менее, она оказалась вне зоны внимания фактически одного из крупнейших современных исследователей цветов в принципе. Цветов в смысле цвета. А это значит, что, в общем-то, даже появившееся в середине 20-го столетия цветное телевидение, то есть это массовый вариант, до этого оно тоже было, но в виде, скорее, экспериментальных образцов. Так вот, это самое цветное телевидение на самом деле не обладало никакой важной такой невоззренческо образующей ценностью для искусствоведов. Потому что, в общем-то, заполучить при помощи экрана, тех передач, которые транслировались по этому телевизору, необходимую именно вам информацию, было очень-очень сложно. Да, для получения информации в виде сводки новостей это вполне было пригодно, но для исследования искусства это было, мягко говоря, недостаточно. Я уже не говорил о том, как примерно все выглядело. Фотографии я, правда, взял не самого раннего советского цветного телевизора, а он самый ранний из них появился в 1967 году. Они были ужасающими. В принципе, анализировать по ним цвет бессмысленно. Конечно, лучше, чем по той пленке, которая накладывалась на черно-белые экраны. Там внизу был зеленый, в середине желтый, сверху синий. Но внизу, если чаще всего трава, то, в общем, он ее будет красить. В середине лица должны были попадать. Но, естественно, при крупном плане это особенный эффект. Смотрелось? Да. То есть, на самом деле, какую-то ценность, хоть гипотетическую, для исследования цветов, цветное телевидение смогло представлять только тогда, когда появились первые видеонабнитофоны водового использования. То есть, когда можно было действительно достать тогда или в одно или в другое время транслирующуюся передачу, которая была записана, и отсмотреть это видео уже предметно на анализ. Это происходит даже на Западе достаточно в позднее время. То есть, первые портативные бытовые видеомабнитофоны, типа U-Matic, от фирмы Sony появились в середине 1969 года. Летом 1969 года они впервые поступили в продажу. Вы можете себе представить, то есть, это впервые поступили в продажу. Когда на них что-то еще записать удастся? И когда эти кассеты действительно начнут выполнять свою непосредственную функцию? Так что, в общем-то, хоть каким-то образом цветную трансляцию использовать в искусствоведческих целях, по большому счету, можно считать до появления этого феномена, но 40-50 лет назад. Потому что уровень вообще никакой. Это уровень совершенно не современный. А цифровая запись стала популярна лишь в середине, да, сейчас по большому счету, с конца 1990-х годов. Так что, даже несмотря на то, что там видеомабнитофоны появляются около 50 лет назад, по-настоящему они никак не могли оттеснить исследователей от печатной продукции. И это значит, что, естественно, большая львинная доля работы того же Мишеля Кустуго, ныне живущего еще, приходилось при работе его с источниками и печатными. И, естественно, для него субтрактивная модель самоочевидным образом превосходит аддитивную, которую он, в общем-то, даже не рассуждает. А речь идет о том, что, в общем-то, он кому-то может даже в отцы сгодиться, понимаете, даже не в дедушке. Вот в чем дело. Совершенно новые преобразования в культуре. И, опять же, они происходят настолько сами по себе пластично, что, оглядываясь назад, мы фактически их уже не замечаем. То есть, особенность любая культуры, то, что мы всегда видим в прошлое, сквозь призму настоящего. Нельзя им упомянуть и о том прорыве, который произошел в области фотосъемки и цветной печати. Именно в конце 20-го столетия появляется впервые высококачественная любительская цветная фотосъемка. Это позволило исследователям уже фотографировать какие-то объекты, их отдельный ракурс, отдельные детали на месте, а далее дома анализировать, сравнивать. Потому что, понимаете, да, естественно, если вы пишете какую-то серьезную работу о цветах, вы должны посетить тот или иной музей или архив, вы должны поработать с оригиналом, с источниками. Но, а представьте себе, что эти источники, которые вам нужно сравнивать, они не то, что в разных архивах, они в разных архивах разных стран. Потом слетаете в одно место, потом слетаете в другое. Сравнивать как? Естественно, цветная фотокопия, цветное распространение цветной любительской фотосъемки очень сильно помогло в этом вопросе. Тем более, что вас может интересовать какой-то специфический аспект, например, как нагладывается мозог на картину, и вам нужно ее сфотографировать таким образом, как такое изображение вы даже в интернет-сети можете не найти. Профессиональных фото таких может не быть. Вас интересует какой-то сугубо специфический аспект, и любительская фотосъемка в этом смысле дала все карты в руки исследователям, но на достойном уровне цветная фотосъемка, любительская, повторюсь, опять же, непрофессиональная, появилась относительно недобра. В наши дни происходит очередной прорыв в этом области, который, я думаю, очень скоро отразится радикальнейшим образом на нашем восприятии цветов в принципе. У нас следующая лекция уже не только ответил, но и услуги. И это, естественно, появление качественных камер в смартфонах. В том числе камер таких весьма и весьма с именитыми брендами связанных фирм, которые изготавливают оптику. На самом деле вот этот прорыв, который происходит буквально у нас на глазах, ну вот эта техника вышла там 2 или 3 дня назад. У меня кажется, что это просто бренд. Вот такой вот показулка. Здесь речь идет не о том, что это здорово в смысле профессиональной техники. Понятно, что он никогда не заменит профессиональный аппарат, более того, он даже этого не пытается сделать. Здесь речь идет о том, что никогда жизнь не была столь же задокументирована в цвете, какой мы ее знаем сегодня. Это абсолютно стопроцентно. И померьте, в данном случае, если здесь написано лейкой, это действительно сделано на этом заводе, то сильно плохо это быть не может. То есть речь идет о любительском сегменте. Понятно, что такая вот оптика по определению не может заменить даже полубровь этот аппарат. Это очевидно абсолютно. Но, с другой стороны, вы все время ходите с профессиональным аппаратом, но смартфон у вас все время будет ходить. И это значит, что степень задокументированности, и теперь уже речь идет о задокументированности нашей жизни в цвете, просто беспрецедентна. Из этого вытекает целый ряд других проблем, на которых я собираюсь остановиться в следующий раз, потому что это требует отдельного урока, потому что это очень серьезная на самом деле тема. Но это абсолютно гарантированный факт. Никогда мы не видели столь же огромного количества цветных изображений, которые мы можем увидеть сейчас, особенно если учесть то, что уже 10-15 лет, как мы пользуемся активно скоростным мобильным интернетом, 3G, 4G, 5G появится. И смысл в том, что буквально вся жизнь вокруг начинает оживать в цвете. То есть нельзя объехать весь мир, понимаете, это невозможно, даже если вы путешественники профессиональны. У нас жизни на это не хватит. Но сейчас есть возможность обратиться фактически к любой точке, и вы ее видите в цвете. Вот о чем речь. То есть наше понимание цветов и то цветовое изобилие, в которое мы попадаем, оно беспрецедентно для человеческой культуры. И это очень сильно будет менять наше ощущение цвета как такового. Потому что речь идет о том, что последствий этого мы еще не видим. Это только принес. Я вам скажу более того. Я вас максимум на 10-13 лет старше. Это самое большое. И тем не менее все мои детские фотографии отсняты на черно-белую пленку. Если говорить не о студийных постановочных фотографиях, а о любительских фото. Вот конец 80-х годов 20-го столетия. То есть это все черно-белые снимки, опять же, абсолютно непрофессиональные. Это снимки именно аналог того, что мы сейчас делаем на смартфон. Просто попытка задокументировать жизнь. Не без какой-либо постановки, без каких-либо художественных задач. То есть еще в конце 80-х это было исключительно черно-белое материальное исключение. Да и по большому счету в 90-х. Потому что все это время цветная фотосъемка – это атрибут профессионала. Либо кто-то этим увлекался как хобби, либо это атрибут. Других вариантов цветной фотосъемки не было. То есть жизнь была черно-белой еще совсем-совсем недавно. Более того, первый смартфон, появившийся с фотокамерами, по большому счету, если вы его не ставили на специальный столик, на него еще нельзя было сфотографировать даже телефонный номер или даже номер автомобиля. Потому что, естественно, не было стабилизации. Это было просто все смазано, и смотреть на это было абсолютно невозможно. То есть это была некая иллюзия того, что он может сделать снимок, чем собственно снимок. И прорывы здесь происходят, собственно, совсем недавно. Причем, получается, распространение этих цветных снимков. Я бы сказал, что у нас в стране можно датировать 10 лет назад. Самое раннее 10 лет назад, когда они действительно начинают быть актуальны. Это действительно то, что мы читаем здесь о черно-белом и его соотношении с цветным абсолютно тождественно 2008 году. Это не устаревшая информация. Я специально сначала показал, что он устарел, а теперь попытался немножко взглянуть вокруг и показать. Да, он устарел. Но устарел 2008 год. Не пустуро как автор. То есть сама эта книга, написанная еще оказалась пренедавно, демонстрирует другое отношение к цвету, чем сформировалась у нас сейчас. Вот в чем дело. Мы не будем забывать о том, что, в общем-то, наиболее радикальной инновацией, изменившей полностью наше представление о культуре и о цвете, я думаю, что это было большим даже потрясением для человеческой культуры, чем открытие колумба в Америке. Это, конечно, появление о сети интернет. Ну, веб-сеть начала свое победоносное шествие с начала 90-х. Понятно, что разработки интернета значительно более ранние. Речь идет о массовом. Лишь с 93-го года появляется первый браузер, вот такой чудный, но, наверное, очень не помните. То, что вы помните, то, что вы знаете, потому что оно есть по сей день, появилось в 97-м году. Это угол. И вы знаете, в конце 90-х в этом самом интернете, даже если вы очень хорошо владели, по узкоспециализированным делам вы бы не нашли ничего. То есть там просто еще ничего не было. Опять же, по той самой причине, что любительская цифровая фотосъемка еще на среднем уровне находится, а зачастую даже не на цифровом, а на аналоговом по-прежнему. То есть это не попадало в сети. И не было смартфонов, на которых люди могли бы фотографировать свои путешествия, художники бы там снимать процесс работы и так далее. Опять же, речь идет не о профессиональной съемке. В последнее же время, там 10, ну максимум 15 лет, ситуация изменилась радикально настолько, что, в общем-то, никогда в истории человечества все пиковые достижения культуры не были представлены столь полно, и к ним нельзя бы получить доступ, ну буквально сидя дома. И вот что интересно, никогда не было так, как сейчас, чтобы все эти пиковые произведения искусства не вызывали столь большого безразличия к ним. Дело в том, что появляющиеся все новые и новые факты в науке, тут как бы примерно миллион абсолютно интересных, которые должны были бы полностью перевернуть предшествующую модель, вообще взгляд на историю как таковой, то, что Томас Кун называл аномалией. Час этих аномалий накопилось столько, я имею в виду не какие-то метафизические умения, а просто сдокументированные исторические факты, ну те же, которые перечисляют пустую хотя бы. Так вот, их накопилось столько, но они просто аморхно впитываются предшествующим взглядом на неизменность человеческой истории, и не происходит ничего. Слово не происходит никаким образом. Я не собираюсь здесь ни критиковать, ни восхвалять современное антихногенное общество, у него, как у любого другого общества, эти свои безусловные плюсы и свои очевидные минусы. Более того, так скажем, последствия этих минусов нам еще не известны. Это будет видно лет через 30 хотя бы, к чему это все дело перейдет. Но я попытаюсь сейчас поставить достаточно радикально некоторые вопросы относительно цвета, которые либо не так давно казались актуальными и сейчас вышли из зоны, так скажем, пиковой, либо, наоборот, появились не так давно. И все это как раз связано с выше обозначенными мной тенденциями. Но, предположим, еще не так давно шли баталии, жесткие очень, о том, в каком фотоальбоме цветопередача наиболее корректна. И котирующиеся бренды могли продавать свои альбомы по несоизмеримо более высокой стоимости, чем альбомы, посвященные этим же художникам, своих конкурентам. Причем речь идет не о том, что там прилагалось какое-то очень серьезное исследование. Это могли быть именно альбомы. То есть там исследовательская работа могла быть ноль. Просто краткая справка о том, что вы будете листать. Можно же поставить вопрос вообще значительно более радикально. А какие, собственно, цвета являются для картины самыми натуральными? Ведь цвет меняется от освещения. Рассчитывал ли художник на свет факела, свет свечи, лампады или на газовое, может быть, электрическое освещение? Последнее тоже бывает самых разнообразных оттенков. Оно измеряется, как вы знаете, в Кельвинах. У меня вот стоит прожектор, в который можно выставить любую из этих шрамов. Мы получим совершенно различную цветовую игру на картине. И каким образом ее мыслил автор? Мы можем, конечно, ответить на этот вопрос, что автор вообще рассчитывал на солнечный свет. Но на самом деле проблему не решает ровно нисколько. Если поместить картину в естественное освещение, то, во-первых, она будет выглядеть совершенно по-другому, чем она выглядела бы при любом искусственном освещении. А во-вторых, она будет сильно-сильно меняться, ее цветовая игра, в зависимости от времени суток. Вот вам, пожалуйста, абсолютно одного на природу. То есть если это утренние или вечерние лучи, то они могут придать картине совершенно иной цветовой оттенок, чем если это будет день. Да и день может быть паслурным, может быть солнечным и так далее. Но это может быть листьями с картины, когда она меняется. Вы абсолютно правы. То есть картина, естественно, своего цвета в каком-то смысле не имеет. Она имеет некую свою, так скажем, внутреннюю жизнь. Но вопрос по-другому стоит. Каким образом ее следует фотографировать, чтобы разместить в альбом? Всеми этими вариантами целая альбом одной и той же картины в разных цветах. Вот в чем проблема. Поэтому и нужно всего смотреть картину. А на самом деле эта проблема не решает нисколько. Ибо на самом деле вы отлично знаете, какое ужасающее освещение в музеях. Более того, эту проблему не решает. Опять же потому, что там мы имеем освещение электрическое, картины различных упор. Какая-то была рассчитана на ампаду, какая-то была рассчитана, возможно, на газовое освещение, электрическое освещение совершенно иной температурной окраски и так далее. И самое главное, что, как правило, для того, чтобы картины сохранять, в музеях достаточно блеклое освещение. У меня есть картина, которая при дневном освещении имеет одну структуру и сзади она абсолютно меняется. Большинство хороших работ действительно меняется от освещения. Это естественно, это нормально. Я не скажу, что я большой коллекционер современной живописи, но у меня есть в том числе и такие известные образцы подлинники, естественно. И да, не меняются, естественно, не меняются, но как ее нужно сфотографировать? Вот в чем дело. Получается, что это вопрос, на самом деле, который должен остаться без ответа. Есть вопрос другой, не менее возможный, но радикальный. Сами цвета на картинах со временем радикально меняются. И очень и очень сильно. На некоторых настолько меняются, что уже даже сложно узнать, какой изначально был, только плохим составом. И при реставрации этих картин нужно ли воссоздавать изначальный ее облик или сохранять тот, который она имеет и по сей день, потому что вполне возможно, что она применяла свои цвета в первые же 10-20 лет своего существования и на протяжении всей истории влияла на культуру уже в этой, зачастую непредполагаемой художникам, цветовой шкале. И это опять же вопрос, оставшийся без ответа. Я вам покажу сейчас, я попытался сделать некие реконструкции. Ну вот, «Воскресный день на острове Гранжат», знаменитая картина Жорджа Сёра. Как известно, она одна из наиболее пострадавших от некачественных красок. Ну вот здесь вы ее видите в том виде, в котором она сейчас существует. Она такого желтовато-коричневого цвета, однако по свидетельствам современников она была просто неистово-зеленая. Настолько зеленая, что вот я попытался реконструировать. Понятно, что мы очень зависимы здесь от цветов, которые передает проекта. Можно попытаться взглянуть вот так. Разница колоссальная. Да. Проблема в том, что эта картина стала коричневой еще при жизни художника. Какая она на самом деле? Как он ее замыслил? Или вот такая, которая влияет на умы живописцев, искусствоведов, просто образованных людей на протяжении уже более 100 лет. Вот в чем дело. Другой пример из творчества Альфреда Сеслея. Опять же, проблема на самом деле связана с теми же самыми красками, которые таким же образом из ярко-зеленого превратились в желт-коричневый. Вот это оригинал. Это очень-очень-очень сильно выключенная цветокоррекция в моей протоколе. Я не ручаюсь, что она выглядела именно таким образом, но по описаниям современников они были настолько броско-зеленые, что просто их сравнивали с утвесенью, с зеленью яркой такой, листвы. Здесь мы, естественно, ничего подобного не видим. Это просто другое даже время рода, вы понимаете? В чем проблема? Дело в том, что пигмент, который использовали эти художники, был получен из смеси берлинской лазурь и крона, он выцветал на свету. И выцветал очень быстро. От этого пострадали, заметьте, Дуракруа, Ван Гог, Гоген, ранний Пикассо и все импрессионисты. То есть сотни известных картин мы имеем в совершенно не том цвете, в котором они создавались художниками. И таким образом это существенно затрудняет вообще понятие авторского в идентификации цвета. То есть там мы поставили вопрос, а как должен фотоснимар выглядеть с этой картины? И опять же, когда вы приходите в музей или на выставку, вы картину видите в одном освещении, в другом освещении она может совершенно в другом выглядеть. Здесь проблема опять ставится, но в другом ракурсе. То есть получается до сих пор, в отличие от композиции картины, цветовое решение картины является в высшей степени ментабельным. То есть проблема та, которая обозначала Костуро, то что мы видим в общем-то черно-белый мир, может сейчас мы его видим не черно-белый, но эти цвета разные. Эти цвета разные, а значит по-прежнему цвет является чем-то, но я не скажу, что вторично, но очень таким эфемерным. Есть еще одна проблема. Сейчас, как я уже говорил, мы все пользуемся сетью интернет, а в большей даже степени, чем изданными книгами, по крайней мере, когда речь идет об изображении произведений искусства, просто элементарно, потому что их там немного больше. Здесь еще речь не идет о том, что книга хуже, такого не говорим. Но если вам потребуется достать какие-то редкие фотографии, то, скорее всего, в интернете вы их найдете, а издание на эту тему может просто не существовать. Так вот. Рассматривая эти изображения на экранах своих смартфонов, или мониторов, или как мы здесь смотрим при помощи экрана и проектора, мы очень сильно зависим от тех настроек, которые есть в этой теме. И это их возможности. То есть, одна и та же картина, в одной и той же даже фото-версии, сфотографированная одним и тем же художником, фотохудожником, на различных мониторах будет выглядеть совершенно по-разному. У этого даже яркость экрана смартфона может стать явно очень важной составляющей тотальной мобильности современных изображений. При этом я не хочу из этого сделать каких-то радикально негативных выводов. Здесь есть как свои минусы, так и свои безусловные плюсы. Более того, в интернете, если у вас нет специализированного образования, а зачастую даже когда оно есть, иногда очень сложно отличить фотографию, подвергнутую, по крайней мере, корректной такой, цветообработки от просто фотоснимка того или иного полотна. То есть, мы можем увидеть в ней ту игру красок, которой там никогда не было. И, в общем-то, ваш анализ уйдет совершенно впустую. Что касательно плюсов. Так как сейчас, в наши дни, любая фотография может подвергаться коррекции со стороны любого пользователя, даже на ваших ручных гаджетах, сейчас возможно менять контрастность. И благодаря этому обнаружить на полотнах такие компоненты, которых вы не увидите даже в живую в музее. То есть, просто на картине, в принципе, не видно. Может быть, уже даже и не предполагалось, что было видно авторам. Но это тоже часть этих произведений искусства, которое неожиданно образом стало доступно именно в наши дни. До этого оставалось атрибутом исключительно художников-реставровок. Приведу вам такой очень наглядный пример, опять же, сделанный мой в один клик. Знаменитая картина Рембертон «Ночной газор» середины семнадцатого лета. Здесь вы ее видите, ну понятно, разрешение экрана оставляет проектора желать много лучшего, но здесь вы ее видите именно в том варианте, в котором она и есть. Естественно, условно на плюс-минус, но видно на ней ровно столько. А теперь я вам покажу, что можно сделать в один клик. Это вы видите картинку. Незоизмеримо большее количество деталей стали видны. Вы столько деталей никогда не увидите ни в одном музее. Я часто езжу по музеям и делаю фотокопии картин подробнейшим образом. И вы знаете… Это вы делаете? И здесь нет. Это не мой фотоснимок. Рембертон на самом деле в Эрмитаже я тоже много фотографировал на свою технику, высветляя потом просто для анализа. И знаете, очень часто обнаруживаешь такое, чего никаким образом, даже непосредственно разглядывая сам оригинал, мы не видели. Вот в чем дело. То есть у этого есть как свои плюсы, так и свои минусы. И более того, эти плюсы – это опять же не некое достоинство. Это радикальное переосмысление самих этих произведений искусства. Они до этого были фиксированы. То есть контраст, цветовую игру задавал художник. Посмотреть эти картины нет, в их оригинальном варианте было невозможно. Можно было, конечно, заказать копию с картиной, но мы понимали, что это не она же сама. То есть нужно было приехать в тот или иной храм или в ту или иную пинокотепу и рассмотреть картину. И нового варианта контакта с пролотном просто не существовало. Сейчас же мы, в общем-то, сталкиваемся с совершенно радикально иной ситуацией, что, в общем-то, оригинал как таковой перестает существовать. Вот в чем дело. Потому что даже если вы приедете смотреть в Лувах или, не знаю, во Флоренцию, куда угодно, еще в известные музеи, вы будете смотреть на эти шедевры глазами уже подготовленными. Вы видели эти картины, вы видели их в том числе и в интернет-сети. И я бы даже сказал так, что на оригинал теперь может претендовать не сам подлинник, а наиболее популярная его фотокопия. Потому что вы будете видеть оригинал сквозь призму этой самой фотокопии. И показываю здесь, то есть, возможно, Рембрандт даже не предполагал, что это все можно будет рассмотреть. Зачем он это такую темную иначе сделал, вы понимаете? Но, когда мы это уже все рассмотрим, проанализируем, естественно, когда мы будем смотреть на саму картину, эти отдельные очертания, линии будут складываться в целую новую драматургию. Та, которая до этого создавалась своего рода атмосфера тайны, теперь эта тайна оказывается раскрыта. Еще из этого вытекает один очень интересный вывод. Скорее даже целая зона проблемная. Так как в интернете появляются не столько снимки откорректированные, не откорректированные, качественные, некачественные, но, по большому счету, на любой ваш запрос выдается большое количество различной информации в теле. Я имею в виду, естественно, запрос, связанный с изображениями. И абсолютно на одинаковых правах на вашем смартфоне, мониторе или проекторе появляются произведения, относящиеся к совершенно различным эпохам. Но внешне они представлены, в общем-то, идентичным образом. Почему? То есть здесь мы не видим никаким образом зона, мы не видим специфику крясок, которые использовались этим автором, а мы видим всю ту же самую нами любимую RGB, аддитивную модель, которая используется на всех аналогичных устройствах. Аддитивная модель, то есть мы добавляем черного. И создается некая иллюзия редоположенности различных эпох. Вот в чем дело. Вот откуда, мне кажется, проистекает вот эта невыбиваемая в современности идея того, что, в общем-то, мы понимаем историю, идея о том, что, в общем-то, цвет в эпоху Средних веков или в эпоху Ренессанса мог значить то же самое, что он значит сейчас, потому что достаточно там сделать какой-то более-менее обобщенный запрос, ну, не знаю, там, какая-то пьета в истории европейской живописи. И вы получите эти изображения от самых ранних средневековых вплоть до современных художников. Как рядоположенные. В музее, естественно, этой рядоположенности, даже если они вместе висят, не возникает. Потому что вы видите технику. Вы видите, как это сделано, и это уже меняет наше отношение к восприятию этих произведений. Здесь же это все полностью смешивается и, по большому счету, нивелируется. Поэтому то, что делает Пустуро сейчас, с одной стороны, говорю, это здорово и великолепно, с другой стороны, никакого переосмысления в области искусствознания, его работы, по большому счету, как мне кажется, не привнесли. Как их анализировали эти произведения искусства, как подходили к ним, так, в общем-то, к нему подходит по сей день. На самом деле это касается не только живописи, это касается и текстов, цветов текстов. Я хотел сначала вам дать целую лекцию на эту тему, однако ограничусь всего двумя примерами маленькими. Пример приведу наиболее, наверное, вертикальный. Такой, чтобы вас, ну, действительно впечатлить. Был такое слово в среднефранцузском языке, Синополь. Оно происходит от Синопы, это античный город до кого-то. До Ренессанса это слово означало «красный цвет». Но с эпохи Возрождения, по необъяснимой причине, стало означать в Геральдике «зеленый». Было «красный», стало «зеленым». Слово «одно», цвета разные. То есть эпоха Ренессанса это не так давно было, по историческим меркам. Однако самые контрастные цвета в современном нам понимании «красный» и «зеленый». В советских школах везде писали «по зеленому красный», да, там «не курить». Даже и сейчас можно еще найти такие примеры. Ну, самый броский контраст в нашем понимании. Тогда спокойно смутировал из «красного» в «зеленый». И, в общем-то, понимаете, если мы будем исследовать, так скажем, 17-й век или, наоборот, 13-й, то там-то все понятно. А если мы читаем литературу 14-15-го века, что подразумевается? Может быть, мы скажем, что да, уже вроде как закреплено. А читал ли этот человек это переименование? В курсе ли он? Понимаете? То есть даже на таком элементарном уровне иногда фактически невозможно установить, а вообще о каком цвете идет речь. А вот непонятно. Понимаете? Вот в чем дело. То есть речь идет… Самое-то забавное, что речь идет только о геральтике. Вот в чем дело. Понимал ли этот цвет в данной ситуации как геральтический или нет, даже на более позднем историческом этапе, значит, это получим мы зеленый или красный. Скорее всего, корни этого нужно искать в изначальной близости красного и зеленого для средневекового типа мышления. Красный и зеленый изначально понимались в Средневековье едва ли не как оттенки в ближайшем году. Но если для греков красный и синий – это оттенок красного, то для средневекового мышления это, например, то же самое, для того, что для нас красный и оранжевый. Эти ближайшие тональные переходы. Другой пример из текста. Цвета в Библии тоже очень много на эту тему копию сломано, но на самом деле цвета в Библии появились намного позже с Антой Библией. И чем позднее у вас перевод в Библии, тем цветов там больше. Они размножались просто в геометрической прогрессии. Цвета в Библии. Если же мы обратимся к наиболее аутентичным текстам, то выясним, что там цветов по большому счету почти 8. Там упоминается цвет не как колок, не как мы его сейчас как оттенок понимаем, а либо, как это было в греческом, как настроение, либо, что чаще всего, как способ получения красителя. То есть, например, может быть указано, что это краска, допустим, которая производилась из моллюсков. А какой ее оттенок никого вообще не интересовало. То есть интересовало, как она сделана вещество, а не цвет. Есть другой пример, когда, в общем-то, в текстах перечисляется ткань, упоминается, или камень, минерал. Кажется, с камнями все вообще здорово, да? Можно хоть как-то ориентироваться в цветовой палитре. Но не все так просто. Во-первых, есть камни, по которым цветовой оттенок мы определить не сможем. Допустим, столь часто упоминаемая в Библии яшик. Я имею в виду соответствующее. Яшик. Она бывает любого цвета, любого почти его сочетания. Ну, естественно, в пределах разумного. Но определить по ней цвет нельзя. Другие камни, казалось бы, такие понятные и очевидные, которые знал древний мир, тем не менее, тоже могут очень сильно нас дезинформировать. Во-первых, до появления серьезных исследований по химии минеральной, камни друг от друга почти не отвечали людям. Ну, известные рубины зачастую оказались в итоге шпинолеными. В общем-то, цветовой оттенок немножко различный. Ну ладно, это хоть примерно в одну сторону. Это не зеленый красный. Но самое забавное то, что даже название какого-то камня, который бывает только одного оттенка, на самом деле вовсе не говорит о том, что подразумевался камень именно этого цвета. Не будем забывать, что в гомеровских текстах бусилек красный. Поэтому совершенно не обязательно, если упоминается какой-то минерал, вполне возможно, что он назван сапфиром, рубином или изумрудом не потому, что он зеленый, красный и синий, а просто, чтобы указать на ценность того, что он называется. То есть сапфиром назван не конкретный камень именно сапфиром, а просто указано то, что это очень дорогой камень. А автор просто другого не знал. Вот и все. С нами выходит даже исследование текста, посвященных так или иначе, касающихся цветов древнего мира. В общем-то, если мы не стоим на парадигмальной позиции, на позиции постоянной смены культурных моделей, в общем-то, может сыграть наше вот это незнание очень злую шутку. И вся эта дичайшая путаница, накопившаяся в европейской культуре и сопряженная с нежеланием интеллектуальной элиты признавать парадигмальные сломы эпох, а привела к тому, что в наши дни, когда информация позволяет каждому приобщиться к тому, что в свое время исследовали Мишель Купо, то, что делает сейчас он же Кустуро, оборачивается тем, что люди становятся просто аморваны к тому многообразию культурных явлений и исторических свидетельств, которыми заполнен интернет. где фальсификация сосуществует с подлинниками, равно как и совершенно отставшие уже исторические методики сосуществуют с новыми, что самое любопытное, не столько конфликтуя с ними, сколько вбирая их в общий корпус вот этой культуры, которые уже себе сложно представить иначе, как некую такую водообразную моргую массу. И самое, наверное, важное, что здесь нужно отметить, что для того, чтобы пробить эту брешь непонимания, авторам, которые стоят на модели археологии гуманитарных наук, которые пришли в упор на парадигмальной или эпистемологической, эпистемальной, здесь более правильно, наверное, сказать, ибо эпистемология нечто иное. Те, кто стоят на этой модели, они вынуждены свои свидетельства утрировать. Если вы обратитесь к чтению текстов Кустуро, то, конечно, сначала они на вас произведут колоссальные впечатления, вы подумаете, вот это да, мы этого не знали. Более того, мне, как представителю этой же самой школы, делать приходится по большому отчёту то же самое. Я вам привожу некую шоковую пример. Но если вы обратитесь к более серьёзным исследованиям, то вы можете очень сильно разочароваться в том, что пишет Кустуро, или в том, что я здесь говорю вам, потому что окажется, что, допустим, те же самые греки, да полно у них было артефактов, включавших синий. И, кажется, начнёте сомневаться. Так это значит ерунда, значит, греки знали синий цвет. Греки не знали синий цвет. Значит, просто что, используя его, они предполагали, что используют просто яркие цветы. А яркий был и красный. Вот и всё. Не значит, что они его не использовали, чтобы в культуре его не было. Это значит, что он понимался совершенно по-другому. Объяснить это нельзя. Вот в чем дело. То есть сказать, что греки не видели синего, это правильно для нашего понимания. Мы все предшествующие культуры можем видеть только через призму нашей целостной решётки. Поэтому парадигмальная система, по сути, делает невозможное. Она демонстрирует нам с нашей точки зрения базифицированную информацию. Но это единственный способ показать, как действительно сменялись эти парадигмы. Вот в чем дело. То есть, естественно, в греческой культуре полно синего цвета. Но он воспринимался либо как настроение, как печальный, как тусклый, либо он воспринимался просто как броский. Наряду с красным и тем же. Естественно, грек не отличал в нашем понимании синий и красный. Или синий и чёрный. В зависимости от того, через какую призму координат он его воспринимал. Это, знаете, можно привести некую параллель с тем, как сейчас, допустим, мы будем воспринимать различные оттенки оранжевого цвета. Но чуть-чуть поярче, чуть-чуть потемнее. Но всё равно назовём его оранжевым. То есть у нас для этого в общеупотребительном лексиконе даже не будет специального слова. Вот то же самое было для Рио-Негреции. При том, что если нам дадут сравнить два этих оранжевых, мы скажем, да, вот этот один цвет, а этот другой, посветлее чуть-чуть. Но мы его не будем называть иным именем. Для век, допустим, чёрный и синий в каких-то условиях или красный и синий в других условиях были таким же, как для нас эти два оранжевых. Они попадали в одинаковую систему и воспринимались сквозь призму неё. А не значит, что они не использовались. В нашей же культуре оба этих цвета оранжевого, допустим, могут быть сплошь распространены в одежде, в тех устройствах, которыми мы пользуемся. Но отдельного имени для этого цвета нет, потому что мы его воспринимаем просто как оттенок того же самого цвета. Вот в чём дело. Но для того, чтобы донести вот эту радикальную позицию относительно изменений в каждой ценностной сетке координат, тому же самому кустуло в каком-то смысле приходится лукавить. Он, так скажем, показывает не столько то, что было тогда, это мы воспринять вообще никак сейчас не сможем, сколько он демонстрирует ту степень разницы между мировоззрением каждой эпохи, которая сейчас для нашего восприятия доступна. Но если мы обратимся действительно к истории и будем смотреть на факты, то окажется, что в общем-то целый ряд фактов освидетельствует противосто. И это не значит, что он не прав. Если мы просто сказали, что в эпоху антиличности синий цвет, но не очень котировался так, на месте девятом, десятом стоял, да, из-за двенадцати цветовой шкалы, в лучшем случае, если она такая была. Мы бы не поняли, насколько их культура относилась к цветам по-другому, чем нашим. Вот в чём дело. И это приходится сильно утрировать, потому что мы будем воспринимать все предшествующие эпохи только исходя из нашей позиции. И получается, это палка о двух концах. С одной стороны, это фальсификация информации. Но эта фальсификация, оказывается, значительно более подлинная, чем приведение голых факторов. И подводя итоги нашей сегодняшней лекции, мне бы хотелось как бы суммировать современные подходы к цвету, на каких-то мы останавливались с вами на прошлых занятиях, на каких-то на этом. Я бы разделил все взгляды современные на цвет на три большие группы. Первый, условно назовём его эзотерический, на самом деле сплошь распространённый в новую. Я бы даже сказал базовые современные науки. Это идущий от Итана, Кандинского, популярный в дизайне, акт-терапии и прочей велиберде. Это позиция, которая стоит на основании трансцендентности цвета. На неизменности цветов в культуре и неизменности значения цветов. То есть мы можем взять там египетские росписи и спокойно их со своей позиции, и свои колокольни анализировать. Другая позиция, прямо противоположенная, это опора на физиологический и физический аспекты цвета. То есть цвет зависит от специфики наших органов восприятия. То есть цвет – это оптическое явление, а не культурное. В данном случае это работы, всякие связанные с совершенствованием цветопередачи тех или иных современных девайсов. Работы в большей степени практически характерносящие. И, наконец, последняя, третья тенденция, которую я считаю наиболее интересной, наиболее важной и значимой – это культурологическая позиция, которая стоит на основании модели, предложенной Мишелью Куко, то есть археология гуманитарного знания, где каждая эпоха представляет собой как геологический пласт метель, и связь, преемственность между эпохами, в общем-то, нулевая фактически. То есть всё полностью переосмысливается в русле тех культурных координат, которые задаются в каждую конкретную форму. И в этом смысле, конечно, Кустурова молодец, потому что таких исследований, посвященных цвету, но, по большому счёту, больше и нет в этой сфере. Именно в культурологии, связанной с парагимальной моделью. Таких исследований меньшинство, но, на мой взгляд, только они позволяют проникнуть в культурные модели прошлого и хотя бы опосредованно взглянуть на те типы мышления, которые существовали для нас. Я бы сказал так. Существует такая формулировка, да, как косвенное доказательство. То есть прямых доказательств различного типа мышления у нас не будет никогда. Ибо сама наша форма постановки вопроса связана с нашей. Но косвенные доказательства приводятся в таком большом количестве и Мишелем Фуко в работе слова и вещи, в его всех последующих исследованиях. И вот у современного автора, у Мишеля Пустурова, что, мне кажется, именно эти косвенные доказательства и могут служить нам той опорой для того, чтобы мы хотя бы попытались проникнуть в мировоззрения предшествующих эпох и воспринимать их не сквозь призму наших современных реалий, то есть не на уровне презентации, а на уровне ре-презентации, на уровне сознательно проделываемой определенной интеллектуальной работе. У меня на сегодня все. Есть какие-то вопросы на сегодняшний летос? Нету? Все понятно? Ладно, хорошо, тогда до новых встреч! Спасибо вам!